Имя героя Советского Союза Ивана Копылова у жителей Фрянова на Слухум. В этом посёлке он учился, работал слесарем на комвольной фабрике, служил в артиллерийской части на Дальнем Востоке, откуда в июле 42-го 21-летний гвардии старший лейтенант Копылов был переброшен на фронт. Первый бой принял под городом шахты Ростовской области. Мы им гордились. Он возглавлял бригаду, он был наставником, и молодёжь тянулась к нему и старалась получать его навыки. Артиллерийский полк, в котором воевал Копылов, участвовал в Воронежском-Ворошиловградской операции. Под Сталинградом со своим боевым расчётом уничтожил три батареи противника, сражался на Курской дуге, освобождал Левобережную Украину, Харьков и Полтаву. Теперь о фронтовых подвигах отважного земляка напоминает мемориальная доска на фасаде школы номер 25. Её торжественно открыли внук и правдан героя. Я его помню с детства, ещё совсем маленький был. Дедушка был всегда такой скромный, тихий и молчаливый. Старался про это не вспоминать, про войну. Какое качество вам могло достаться от дедушки? Я думаю, честность помогает, потому что к тебе так же тянутся честные люди. Храбрость им точно всем досталась. Да, и среднему, и младшему, и старшему, потому что три брата, выдающиеся, умные. Вот младший он закончил, младший сын, это получается внук младший, да, с медалью данную школу. Открывали мемориальную доску по-армейски торжественно в присутствии почётных гостей – старшеклассников, юнормейцев и жителей Фрянова. Мы восстанавливаем связь времён, сохраняя память о героическом подвиге. Говорим о герое Советского Союза Иване Андреевиче Купулове. Человеке, который был настоящим патриотом. Внёс личный вклад в приближение к победе над фашизмом. И подвиг Ивана Андреевича, и та память, которую мы храним о нём, они, несомненно, останутся в сердцах будущих поколений. Присвоение школе звания земляка нашего, настоящего героя и патриота Ивана Андреевича Купулова, это большой символ, большая ответственность. Это определённый знак того, что мы должны равняться на его подвиг. Во Фряновской школе, которая с этого года носит имя Ивана Купулова, есть свой музей. В нём сотни фотографий героев-фряновцев, личные вещи. Ну и, конечно же, есть уголок Ивана Андреевича. В нём почётные грамоты, фотографии и даже вырезки из газет. В 1973 году, 9 мая, вышла вот такая праздничная газета, в которой целая страница, статья большая, посвящена как раз вот жизни этого замечательного человека, Купулова Ивана Андреевича. Здесь рассказано о том, как он рос, учился, воевал. В 1943 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Инициатива установить памятную доску принадлежит двоюродной сестре Ивана Андреевича Нине Левченко. Более 20 лет она возглавляет в посёлке Совет ветеранов. И сегодня, спустя 75 лет, нет-нет, да вспомнит про военное время. Когда было присвоено звание Героя Советского Союза, нашему Андрею, значит, уже в Афрянове строился для его семьи дом. И говорили, что такой дом строится, нигде такого не видно. Теперь каждый день, переступая порог школы, дети будут вспоминать, что на Афряновской земле жил, трудился и любил свою родину Иван Копылов. Михаил Налютов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение. Михаил Налютов, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.